Здравствуйте! С вами Наталья Титова и каталог полезных покупок Страна Советов. В ближайшие полчаса мы докажем вам, что можно преобразиться своими силами. Без сложных стрижек и окрашиваний мы создадим новый образ для еще одной героини нашей программы, а также направим вас на дороге шоппинга. Итак, вот что ждет нас в этом выпуске. Выберем себе модную обувь для дома, посмотрим фильм с пометкой XXX и барабанная дробь еще один легендарный урок пикапа от Андрея Анфилатова. Добавить в жизнь новых ярких красок и найти свой стиль. Именно этого хотят многие девушки, которые оставляют заявки на участие в Стране Советов. Давайте познакомимся с сегодняшней героиней. Сегодня мы преображаем Анастасию. 22 года. Настя молодая мама, сейчас находится в декрете. По словам Насти, глядя на свое отражение в зеркале, она понимает, что ей срочно нужны перемены. Хочет добавить в образ яркости и научиться создавать стильные комплекты. Настя, давай начнем с традиционного вопроса. Почему решила оставить заявку, почему решила принять участие в Стране Советов? Ну, чтобы подчеркнуть что-то для себя новое. Также для положительных эмоций, соответственно. Ну и учесть мнение специалистов. Рассказывай, как выглядит твой гардероб, какие вещи там чаще всего встречаются. И вообще, ну, какой стиль предпочитаешь? Джинсы, футболки. Из обуви как-то, чтобы все поудобнее было ходить, комфортнее, кроссовки. Какой образ хотелось бы сегодня на себя примерить? Ну, что-то такое необычное, более красочное, более женственное. Начнем мы преображение Насти с подбора новой одежды. По правилам программы мы создадим для нее шесть образов. Три она сама, для себя еще три. Для нее один из наших фэшн-экспертов. После остальные оценят собранные комплекты и выберут то, в чем Настя предстанет перед нами в самом конце программы. Итак, наш шоппинг к вашему вниманию. Понравился очень этот образ. Симпатично смотрится, элегантно. Я, пожалуй, выберу этот образ. Кофточка красным цветом понравилась, что-то яркого хочется. Наденем и посмотрим. Вот симпатично. Я думаю, что на мне оно будет сидеть, что я сама стройная. Ну, посмотрим с этими запушками. Сегодня образы для героини программы создает Анна Дрягина, стилист, фэшн-блогер, основатель фэшн-проекта «Стрит Стайл Киров». Аня – постоянный гость различных модных мероприятий, среди которых «Москов Фэшн Уик» и многие другие. Потрясающий блейзер цвета хаки. Мне кажется, нашей героиням подойдет. Это будет один из цветов сезона. Зеленые оттенки вообще у нас очень актуальны в следующем сезоне. Поэтому вводим их в гардероб, не стесняемся. Кстати, блейзер в гардеробе я советую всем молодым мамочкам, потому что его можно накинуть на обычную футболку, на самое простое платье. И образ станет сразу же более интересным, более стильным. Для нашей героини предлагаю выбрать темно-серые джинсы. Они более интересные, чем черные, но такие же универсальные. Лаконичное серое пальто обязательно должно быть в гардеробе каждой модницы. Это актуально и весной, и также его можно накинуть зимой, если создать многослойный образ. Надеть рубашку, надеть свитер, сверху обмотаться шарфом, чтобы было тепло и красиво. Второй образ для героини я решила выбрать джинсцены. Здесь мы поиграем с фактурами. Бархат, замша. И я предлагаю выбрать вот такую сумочку, тоже интересные фактуры, металлизированные аксессуары. У нас все еще в тренде. Благодарим за помощь в проведении съемок магазин модной женской одежды «Манго». На чем же мы остановили свой выбор, увидим чуть позже. Ну, а на следующей странице будем утепляться красиво и со вкусом. Как гласит народная женская мудрость? Какая одежда после Нового года? Конечно, прошлогодняя. Поэтому в январе самое время пересмотреть свой гардероб. И начать лучше всего с верхней одежды. Первым делом вы задумаетесь, куртка или дубленка. Куртка, конечно, хорошо, она дешевле, но, как правило, куртки не делают из натуральных материалов. В отличие от дубленки. Например, в этой модели можно смело гулять в минус 40 градусов и не замерзнуть. Главная особенность дубленки в том, что мех у такой шубы расположен внутри, а кожа снаружи. Кстати, именно Россия первая изготовила это меховое изделие. Самые активные поставщики овчины – это Турция и Европа. У каждой страны имеются свои особенности качества меха. Например, мех российский очень густой, а кожа гладкая и прочная, что прекрасно подходит для суровых зим. Дубленки выпускаются в самых разных цветах и оттенках, начиная от белого и заканчивая темно-коричневым и черным. С разной фактурой – от классической гладкой до эффекта змеиной кожи с меховыми вставками. Зима в Кировской области непредсказуемая. Сегодня может быть 0 градусов, а завтра уже минус 30. Но если у вас есть автомобиль, то вы смело можете позволить себе подобный облегченный вариант дубленки. При выборе дубленки обращайте внимание на швы. Строчки должны быть ровными, а краска внутри и снаружи должна быть однотонной и без разводов. Если утепляться, то утепляться нужно полностью. Сегодня меховая шапка является главным атрибутом любой модницы. Но при ее покупке стоит следовать нескольким правилам. Во-первых, головной убор должен гармонировать с вашей верхней одеждой, но не обязательно, чтобы они были единого цвета. Обратите внимание на подкладку шапки. Она должна быть мягкой, с красивыми ровными швами и лучше из натурального меха. Также шапка должна быть вашего размера и удобно сидеть на голове. В свободных шапках вам будет просто холодно. Теперь я могу отправиться на съемку на Северный полюс. В новой шапочке подберите красивые и удобные меховые варежки, и даже в самый сильный мороз вам будет не холодно. Варежки из натурального меха не продувают, и они дольше сохраняют тепло. Кстати, если вы решили утеплиться полностью, то вам еще один бонус. Чего в женском гардеробе должно быть много? Девушки угадают с первого раза. Обуви. Ботильоны, босоножки, все что угодно. Но вы забыли самое главное. Тапочки. Тот самый аксессуар, про который многие забывают. Ну, лично я, как видите, уже подготовилась к зиме и к осени, когда отключают отопление. Тапочки с мехом. Запомните, ваши ножки всегда будут теплее. Ну, и к тому же это очень красиво. За теплыми и уютными вещами приходите в салон ателье «Классика меха». Большой выбор мужских и женских дубленок до 60-го размера. Жилеты, головные уборы, пинетки и рукавицы из натуральной овчины. Также ателье предлагает пошив и ремонт меховых изделий. «Классика меха» согреет вас в любое время года. Ленина 2А. Сегодня образы героини программы оценивают. Катя Фелис. Фэшн-блогер, стилист. У ее канала на Ютубе почти 15 тысяч подписчиков. Катя является постоянным гостем Moscow Fashion Week. Любит смелые образы и яркие сочетания. Владимир Долецкий. Модный фотограф. Организатор фотопроекта Magic Eyes, в рамках которого работал с известным визажистом из Лондона Джулия Лаза, преподаватель одной из самых крупных сетей фотошкол. Лиза Шушкевич. Дипломированный визажист-бровист. Автор обучающего курса «Макияж для себя». Посещает мастер-классы известных визажистов и стоит на месте и следит за последними трендами в макияже и в моде в целом. Имеет опыт организации фотосъемок и сама нередко принимает участие в качестве модели. Активно сотрудничает с моделями, салонами, фотографами нашего города. Мы начинаем нашу примерку и для начала увидим три образа, которые выбрала для себя сама Настя. Цвет платья достаточно тусклый для нее. И сам фасон взрослит. Гелиня молодец, справилась с заданием и платье ей идет. Сидит по фигуре хорошо, но несмотря на это не идет ей никак. Ну, платье оно более простое. У меня оно, честно, ничем так не привыкло. Рабочего стиля, можно сказать, прийти на работу. Обувь не по стилю. К этому платью определенно должны быть каблуки. Ну, хорошо, вот поясок очень подчеркивает талию. Единственное, что, возможно, образ слишком простой, и необходимо было бы добавить некоторые детали в виде шарфика или сумки и украшения. Такая блуза не сочетается, так как тут джинсы и кеды не по стилю. Можно заменить любой футболкой, майкой. Героиня хорошо подобрала рубашку. Ей этот цвет очень идет, поэтому я бы посоветовала ей чаще носить такой цвет. Ну, у меня что-то, реже глаза, это, конечно, красная блузка. Может быть, я тут что-то поменял бы, что-то другое. Я думаю, что этот комплект одежды не подчеркивает фигуру девушки. Я думаю, с этой рубашкой нужны классические брюки черного цвета. Рваные джинсы, да, они модные. Раньше были, сейчас вроде пока еще не ушла эта мода. Они очень тоже хорошо смотрятся. Возможно, обувь можно было тоже другого цвета подобрать. Или какие-нибудь классические ботинки. Или ботфорты с какими-нибудь заклепками. Ну, этот образ кажется уже более домашним. Ну, вот обувь все делает намного лучше. Какой-то яркий акцент присутствует. Но обувь холодная, а верх очень теплый. Он непрактичен, этот образ. Тоже могу сказать то, что оно ничем так в глаза не бросается. На простой день куда-то выйти на работу. Для нашей Кирине он не подходит, так как фигура совершенно не выделяется, несмотря на тоненький ремешок. Конечно, смотрится хорошо. Поясок такой интересный тоже подчеркивается. Ну, без пояска, может быть, и лучше смотрелось. Может, цвет другой пояс подобрать. Я бы заменила этот кардиган на, возможно, какую-то накидку более легкую. Я бы посоветовала даже убрать из этого образа кардигана, ставить белую рубашку, классические джинсы и туфли-лодочки красным цветом. Это очень неплохой образ, и он бы лучше смотрелся на Кирине. Впереди у нас еще три комплекта, но на следующие несколько минут посвятим кинопремьерам. Третья часть остросюжетного боевика «Три икса» выходит на экраны, и мы вновь увидим Вина Дизеля в любимой роли. И, конечно же, он будет спасать мир. Вот у меня только остается вопрос, почему бы не назвать фильм «Три икса три»? А, соответственно, следующую часть «Три икса три икса». Патриотов больше нет, только бунтари и дираны. И кто же ты? Этри икса. Чего бы ты ни искал, у тебя нет шансов. Значит, завтрака в постель не будет. Мы готовы умереть, чтобы сохранить мир. Ну а ты? Я для этого жил. Похоже, мы в одной команде. Повеселимся. Пойду гляну. Не увлекайся. Я растолкую задачу. Забери девчонку и постарайся. Сделать все красиво. Самый сказочный день в жизни любой девушки, когда она стоит красивая, в белом платье, с новым мужем, вся такая счастливая. Запоминайте этот момент, потому что потом может начаться какая-то невероятная жесть. Бог не простит вас. Не простит. Помогите! Помогите! Бог не простит вас! Прости нас. Я сделаю все, что ты хочешь. Звони еще дети. Умоляю. Пожалуйста. Уходи отсюда! И это еще не все новинки, которые идут в кино. За более подробной информацией обращайтесь во все кинотеатры нашего города. Приятного просмотра. Во второй части Страны Советов. Увидим новую любовь Андрея Анфилатова. Сделаем так, чтобы все у нас было в шоколаде. И увидим, как преобразится героиня нашей сегодняшней программы. Сегодня мы преображаем Анастасию. 22 года. Настя молодая мама, сейчас находится в декрете. По словам Насти, глядя на свое отражение в зеркале, она понимает, что ей срочно нужны перемены. Хочет добавить в образ яркости и научиться создавать стильные комплекты. Напомню, что по правилам программы мы подобрали для Насти шесть образов. Три она сама, для себя еще три, для нее один из наших фэшн-экспертов. Комплекты Насти мы уже видели, теперь пришло время продолжить примерку. Ну, смотрю, здесь уже что-то она преобразилась. Смотрится хорошо. Мне нравится тут цветовое сочетание. Белый такой цвет хаки, наверное, и темный синий. Хоть и нет очень ярких акцентов, он смотрится ярко. Я смотрю, у нее даже тут поясок такой леопардового цвета. Очень хорошо сочетается. Можно было подобрать другой пиджак или, возможно, усложнить образ деталями. Такой удлиненный жакет. Можно очень много с чем надеть. И с платьем, и с джинсами, и также с классическими брюками. С любой обувью на каблуке или вот как здесь кеды. Следующий образ один из моих любимых, потому что тут сочетаются интересные цвета. И цвет ботинок довольно-таки необычный. Это не классический черный. Мне кажется, обувь не совсем подходящая. Она очень бросается в глаза. Такой резкий перерыв. Из-за цвета, мне кажется, что укорачивает ноги. Я советую экспериментировать и выбирать интересные детали для образа. Это может быть и сумка другого цвета, какого-нибудь необычного, или обувь. Если следить за модой, то уже вот эти шарфики, они такие большие. Они очень хорошо смотрятся. Даже если вспомнить, сейчас вышел клип про Тимати. У него такой большой шарф. Это очень красиво смотрится. И девушкам тоже это очень идет. Мне нравится, что все вещи сидят по фигуре. И этот образ украшает нашу героиню. Много элементов. И при этом очень удобный в жизни. В этом образе мне нравится обувь. Она интересная. Но он все-таки тусклый. Полностью в черном цвете. Именно для этой девушки. Драматично. Ну, тут все черненько. Тоже Blackstar напоминает. Мне нравится образ Total Black. Гирине тоже он подходит. Но единственное, что можно было бы добавить, возможно, единственную какую-нибудь яркую деталь. Возможно, очки с оправой яркой, чтобы сделать акцент на лице. Или добавить тот же самый шелковый шарфик. Сумочка очень хорошо подобрана под красную курточку. Он не подчеркивает ее фигуру. Фигуру нужно заменить платьем черным, которое надето под низ. Даже если бы надеть точно такой же, другого цвета, уже смотрелось бы интереснее. Или другого фасона. Более облегающее. Для этого наряда я бы подобрала не ботильоны, а ботфорты. Тогда ноги бы казались длиннее. Совсем скоро мы продолжим работу над новым образом Насти. Ну а пока выслушаем еще несколько полезных советов. Начнем сегодня с музыки. 25 января в Кировском драмтеатре состоится вечер памяти известного певца и актера Владимира Высоцкого. Незаурядный талант Владимира Семеновича сделал его одним из главных творческих личностей прошлого века. А согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, Владимир Высоцкий занимает второе место в списке кумиров 20 века, уступив только Юрию Гагарину. Я это никогда не полюблю. 27 января вы сможете провести вечер в компании энергичных и талантливых ребят из рокобили-банды The Shakers. Готовьтесь танцевать, ведь вам точно будет сложно устоять. На следующий день вы также сможете насладиться приятной музыкой от известного дуэта актрисы, певицы Виктории Масленниковой и пианиста Сергея Буденцева. Эта пара умеет делать действительно атмосферные выступления, на которых зритель забывает обо всем, кроме музыки. Хотите быть в шоколаде? Тогда для вас шоколадные мастер-классы. Здесь вас научат делать фигурки из шоколада, съедобные украшения и многое другое. Будет сладко. В музее Воснецовых можно раскрыть другую тайну на выставке «Маски. Мировое наследие». В современной культуре маскам, как таковым, не уделяется много внимания. Для большинства это лишь элемент костюма или неотъемлемая часть карнавала. Но на самом деле история масок многообразна и увлекательна. Они встречаются почти в каждом уголке планеты и несут в себе порой даже магическое значение. Всем, кто интересуется историей родного города или просто хочет узнать о нем кое-что новое, понравится фотовыставка «Кинотеатры города». Здесь все пришедшие смогут увидеть старинные здания, их внутреннее оформление, историю появления первых вятских кинотеатров и, конечно, зрителей, без которых кино не смогло бы существовать. Увидеть изнутри немного другой мир театра можно на драм-туре. Гостей экскурсии проведут в артистическую гримерку, разрешат примерить костюмы, им покажут сцену и неизведанное пространство под сценой, а также расскажут об истории Кировского драмтеатра и его легендах. И уже со знанием дела вы, возможно, немного по-другому взглянете на сами спектакли, которые приготовил драмтеатр «Это медведь и красное-черное». В Театре кукол для вас и ваших детей сказка о потерянном времени. А в Театре нас с Паской вы можете увидеть спектакли «Полет на Марс», «Волшебное колечко», «Два веронца» и «Трям». Здравствуйте! Образ героини программы сегодня завершает Александра Хитрина, парикмахер и визажист. Получала знания в мастерской визажа и прически. Обучалась в Академии Дениса Карташова на курсах «Коммерческий фэшн-макияж». Прошла курсы макияжа у Марии Ласточки, Барселона, Испания. Победительница конкурса «Формула красоты-2016» в номинации «Фулл фэшн лук». Прошла курсы макияжа у Марии Ласточки, Барселона, Испания. Субтитры сделал DimaTorzok Профессиональный макияж любой сложности, а также набор на индивидуальный курс MyFace. Макияж для себя от визажиста Александра Хитриной. Звоните 47 45 95. Итак, Саша, расскажи, из чего же мы сегодня исходили в завершении нашего образа? Ну, Наташа, так как у нас героиня с таким замечательным каштаново-рыжеватым оттенком волос и зная ее финальный образ, я решила все волосы поднять наверх для того, чтобы открыть шею, открыть ее красивое лицо, чтобы вы все увидели, какие у нее зеленые глаза. Ну и сделала сегодня немножечко все по-другому. Я сделала четкие зеленые стрелки и красные губы. Мне кажется, это смотрится очень ярко и необычно. Совсем скоро и мы увидим финальный образ Насти. Ну, а пока посетим еще один урок-пикап, оставший уже легендарным. Субтитры сделал DimaTorzok Хай, налетай, рыбоньки, помните! Русалки просто без ума, если у вас есть маленькая карманная собачка. Смотрите сами. Здравствуйте. Вы не желаете познакомиться? Секундочку. Добрый день. Не желаете ли вы познакомиться? Нет. А вы не желаете познакомиться? Вот, видите, все очень просто. Да, мои юные люди? Наше преображение почти подошло к концу. Напомню, что по правилам программы мы выбирали для Насти шесть образов. Три она сама, для себя еще три. Для нее один из наших фэшн-экспертов. Сейчас осталось выслушать только их финальное слово. Мне больше всего понравился пятый образ для героини. Он показался мне самым интересным из всех. У него присутствуют актуальные вещи в этом сезоне. Каждую вещь можно спокойно сочетать и в других образах. Наверное, я все-таки выберу образ пятый, потому что мне этот шарфик очень понравился, как у Тимати. Он освежает нашу героиню и, главное, он ей подходит на все сто процентов, поэтому я бы советовала ей выбирать одежду для своего будущего гардероба в этом стиле. Встречаем Настю в новом образе. Настя, финальный подарок тебе от нашей программы. Украшения от магазина Герцогини для особенных случаев, для особенных выходов. Пусть их в твоей жизни будет еще больше, но и не забывай себя радовать новинками, обновками и просто всегда быть с хорошим настроением. Очень необычно. То, чего я и хотела, но я думаю, мужа удивить получится у меня. Спасибо большое программе. Все очень здорово. Эмоции у моря. Если вы хотите принять участие в стране советов, оставляйте заявку в специальной теме на странице ВКонтакте. Мы же с вами встречаемся уже в следующий четверг в 20.15 на Первом городском канале. Включайте, смотрите, покупайте. Макияж ведущий – визажист Александра Хитрина. Телефон 47 45 95. Субтитры сделал DimaTorzok